Всем привет, друзья! Меня зовут Ангелина, и сегодня у меня в гостях врач-интокринолог Сергей. Привет, Сергей! Привет, Ангелина! Как у тебя дела? Как настроение? Вообще отлично! Я счастлив быть в твоей студии. Будет очень так уютно, здорово, и настроение повышается. Здорово! Я подготовила для нашей беседы интересующие вопросы наших подписчиц больше, в большей части. Первый вопрос, он такой, наверное, самый популярный и самый ожидаемый. Как похудеть правильно без вреда здоровью? Возможно ли это даже? На самом деле очень просто. Мы должны учитывать не только, соответственно, как в большинстве тренерских пабликах, это колораж, это, соответственно, когда вам советуют просто больше тратить, меньше есть, мы должны учитывать индивидуальные особенности нашего пациента. В первую очередь, это его склонность к инсулинорезистентности, его уровень инсулина. Это обязательно должно учитываться. Второй, соответственно, немаловажный фактор, это здоровье желудочно-кишечного тракта. Потому что, когда люди просто начинают снижать себе колораж, они зарабатывают гастриты или уже имеющийся гастрит, соответственно, формируются язвы, как это не всегда, и та, чем видно для человека, что формируется. Поэтому мы должны дать ему такие рекомендации, чтобы у него и, соответственно, желудочно-кишечный тракт нормально работал, и, соответственно, снижалась инсулинорезистентность, которая в наше техногенное время всегда повышается, как правило, у людей с возрастом. Вот сразу сюда же вопрос. Допустим, обычный человек, который не разбирается во всем этом, вот, допустим, девушка, она решила похудеть, но безопасно ли ей будет просто худеть, вот как раз-таки начитавшись вот этого всего в интернете, или же ей лучше обратиться вот как раз-таки к врачу, посоветоваться, и, например, там составить какую-то программу питания или там какие-то витамины пропить, также, может быть, тренировки сюда вписать? Я думаю, что любой аспект жизни, не только похудение, а вообще чем бы мы ни занимались, соответственно, если это касается здоровья, должен наблюдать только человек с медицинским образованием, потому что очень часто мы наблюдаем такие вещи, что люди достигают, безусловно, достигают, соответственно, каких-то результатов в спорте. Может быть, мужчины в силовых показателях, женщины в похудении, но это все ценой здоровья. Чтобы это не было ценой здоровья, нужно, чтобы человек, который вас лечит, который вам дает рекомендации, он как минимум мог понимать, как собирать анамнез пациента. А в основном, когда люди в интернете, вы обращаетесь к людям в интернете, они просто транслируют опыт. Спортсмен говорит, я пожал там 400 килограмм, значит, ты тоже можешь там это сделать и так далее. Я просушился, значит, ты тоже там можешь просушиться, но это не совсем так. Уровень здоровья, уровень гормонов у всех же разный, поэтому то, что подходит мне, все индивидуально тебе. Вот как раз-таки дальше переходим на плавную тему спорта. Как ты считаешь или, может быть, ты знаешь, сколько раз в неделю нужно тренироваться, есть ли, например, какое-то золотое правило, по которому, точнее, которому нужно следовать, вот столько я буду тренироваться, я буду красивой, подтянутой, накачанной. Есть ли такое? Ну, опять же, степень накачанности – это весьма такой индивидуальный показатель, потому что, допустим, для кого-то это просто сухость, для кого-то нужна какая-то выраженная носочная масса. И для нас очень важно понять следующее. Для нас важно понять уровень, так скажем, здоровья человека. Есть ли у него какие-то физические ограничения, может быть, проблемы с сердечно-сосудистой системой он имеет, или нарушение гормонов щитовидной железы, которые, ну, тоже, соответственно, могут быть ограничения по пульсу индивидуальной, по частоте, опять же, занятий. Если ничего такого нет, то в среднем это три раза в неделю, чтобы всё равно организм, соответственно, успевал восстановиться после тренировок. Ну, и поддерживать как-то, наверное, физическую активность. Если, наверное, меньше, это уже будет как-то, наверное, мало даже, ты считаешь? Да, но здесь, опять же, мы должны собрать анамнез у человека, какой он. Вдруг он вот скажет, а я, вот у меня был яркий пример, была пациентка кинолога, и она с собаками там так бегала, что, естественно, у неё и так выше крыша физической активности. Поэтому здесь всё-таки не может быть, по идее, индивидуального, вот какого-то такого, точнее, для всех советов, может быть только индивидуального. Ну, то есть, это всё равно нужно работать со специалистом, а не так, что, например, ну, я буду тренироваться три раза в неделю, и, значит, мне вот это как-то, мой желаемый результат будет обеспечен. Да. Всё равно не так, да? Да, да, безусловно. Хотя и на коротком промежутке времени это может работать, но если мы что-то не учли, иногда люди понимают, что они дорвали своё здоровье только через год-два, тренировок неправильного питания и так далее. Ну, то есть, это работа на время, на пациентный срок. Да. Очень интересный вопрос. Мне кажется, с ним очень многие девушки сталкиваются, борются и как-то пытаются, ну, правильно объяснить это всё. Можно ли есть после шести? Откуда вообще взялась, ну, такая теория, что вот, ну, не нужно есть после шести? Мне кажется, в какой-то степени это вот даже вредно лично, с моей стороны. Что ты скажешь? Ну, это где-то, я сейчас точно не скажу годы, это тоже, говорю, от шестидесятых до семидесятых, когда, соответственно, у врачей было активное исследование печёночного глюколиза, и когда мы, соответственно, вся проблема ожирения, она связана с диабетом, и когда мы это исследовали из старых учебников, да, вот, возникала какая идея, если не было там особо тогда препаратов и прочее, а сейчас мы пациенту перед сном будем занижать его уровень глюкозы, потому что когда человек ложится спать, глюкоза ваша, чтобы вот, там, мозг, да, работал и прочее, она, ну, происходит из печени, соответственно, достаётся организм, если так коротко, условно говорить. Вот, называется печёночный глюколиз. Вот, и он у людей с инсулинорезистентностью, ну, гораздо выше, естественно, и глюкоза во время сна тоже достаточно может быть высокой. Если мы человека разбудим, померяем глюкометром, мы увидим там большие очень цифры. И именно такой подход, он позволял, да, достигать таких, ну, достаточно эффективных результатов лечения ожирения и диабетов, а потом, естественно, журналисты это всё расфорсили дело. Но, соответственно, естественно, здесь страдает какой момент? Когда мы выбираем меньшее изолы, когда у тебя только ложка и вилка, это эффективно, ну, в 60-е годы, да. А сейчас мы понимаем, что у вас просто, ну, пустой желудок, где-то, может быть, пустой кишечник, там, кто-то что-то выпил, съел ещё не то раздражающее, даже тоже кофе выпили. Всё-таки это не всегда, так скажем, благотворно влияет на желудочно-кишечник, даже тракт, если он пустой. Вот, поэтому так делать не стоит. Надо есть клетчатку, надо есть белки, надо есть жиры, ограничивать в себе углеводы просто после 6 лет, тогда лучше убрать углеводы после 6 лет. Ну вот, сразу у меня вопрос по поводу кофе. Вот, большинство людей, даже, наверное, почти все говорят про то, что кофе вредно. Вот, насколько это правда, неправда? Потому что, например, я лично считаю то, что для каждого, опять-таки, это всё индивидуально. И то, что кофе вредно, и многие даже приравнивают это, например, к сигаретам и алкоголю. Я считаю, что это не так. Мне бы хотелось вот узнать твоё мнение вот как раз-таки по поводу кофе. Ну, да, здесь вопрос очень интересный, на самом деле. Чтобы на него ответить, нужно примерно прикинуть, как работает механизм кофе. Механизм кофе работает так, что он подстёгивает надпочечники, надпочечники подстёгивают пресловутый печёночный глюколиз, о котором мы уже проговорили. Ну, вот, таким образом достаётся глюкоза из печени, таким образом, соответственно, вы себе накидываете глюкозу и чувствуете себя лучше, когда вы выпили кофе. Вот, хорошо это или плохо, зависит, опять же, от двух индивидуальных моментов. Во-первых, ваш уровень кортизола, который мы меряем. Обязательно у меня многие пациенты сдают у слюни. Соответственно, не только вот там два показателя, как в лаборатории, а сдаётся после сна четыре измерения, соответственно, кортизола с разными промежутками времени. Об этом я снимал отдельный выпуск. Вот, также, соответственно, нужно понять, есть ли высокая глюкоза. Если она действительно очень высокая, особенно после кофе, возьмите, померяйте глюкометром. Если она у вас будет больше восьми после чашки кофе, спустя, соответственно, 15-20 минут, ну, значит, да, кофе надо ограничивать. Если здесь ничего, никакой инсулинорезистентности нет, и кортизол плюс-минус в порядке, вы, может быть, можете и три там чашки кофе себе в сутки возьмите. Можно ли опираться на личное самочувствие, на своё самочувствие и как-то, ну, слушать своё тело, свой организм? Или это неправильно? Ну, это тот же путь, когда вы приходите к тренеру, и он вам говорит, вот, я слушаю там тоже свой организм, я качался, я достиг, ну, к примеру, да, там, какой-нибудь качалки, да. То есть, обычно это касается таких прям жёстких качалок, где суровые тренера там с 90-х годов или какие-нибудь дедушки, и они говорят, ну, всю жизнь выступаем, я вот всю жизнь ем гречку, поэтому именно тебе нужно есть гречку, именно, соответственно, тебе нужно делать так, и старайся там чё-то к себе как-то прислушиваться. Но вспоминаем, вот опять же, на моём канале размещена информация, у нас существует 8 психотипов людей, которые совершенно разные, тревожник, своё самочувствие будет после чашки кофе оценивать совершенно по-другому, чем нежели человек, там, допустим, с апелептоидом, типом личности, или стероидом. Поэтому это безумно важно учитывать, когда мы собираем анамнез, с каким типом личности, человека мы работаем. Его реакция на продукты и препараты будет как чёрное и белое на один и тот же раздражительный. Вот закончим эту тему вот как раз таки личным вопросом. Я занимаюсь спортом на регулярной основе, у меня спорт, ну, ежедневно. Я чувствую себя прекрасно, правильно питаюсь. Когда я начала запускать процесс своего похудения, я не отказалась от кофе, потому что я считаю то, что моё самочувствие, ну, я себя чувствую прекрасно, и, ну, вот это вот навязанное мнение, я решила то, что я не буду отказываться от него, потому что у меня и так нет вредных привычек. И, так скажем, кофе, как многие считают, это есть вредная привычка у кого-то это, как это говорится там, ну, привычка в целом, я считаю, и я от него не отказалась, потому что я считаю, что, ну, мне комфортно. Вот в таких условиях что ты можешь сказать? В таких условиях я могу сказать, что у нас здесь, во-первых, если чтобы мы говорили о вредной привычке, мы должны понимать, что я лично отказывался от кофе и рассказывал людям, что у меня это зависело. И у меня это идёт как отношение, да, вот курильщика, отношение к перерыву с сигаретой, у меня это перерыв с чашкой кофе, и это может быть 10 было, ну, вот в период, в день, когда я, соответственно, учился, 10 чашек было и так далее. Вот мой пример яркой вредной привычки с кофе, это зависимость. Если я отказываюсь от этого резко, я получаю проблемы с, ну, своим психологическим состоянием. Естественно, всё полномерно, с заменой на какие-то БАДы, которые меня будут стимулировать там по-другому как-то, вот, наотропные препараты, вот. И я с этого слазил. Сейчас я пью 2-1 чашку кофе в день. Следующий вопрос. Мы с тобой затронули его за кадром. Ты сказал то, что колораж – это фейк. Расскажи об этом поподробнее, что это вообще значит, колораж – фейк. Ну, дело в том, что, соответственно, что такое колораж, да? Это когда вы посчитали общую сумму калорий из белков, жиров и углеводов. То есть, соответственно, ну, представим, любую сумму, даже маленькую колоража, к примеру, 500 калорий, ну, условно, хотя столько не рекомендуют, вроде уже мало, но представим, что 500, или 1000, кому как нравится. Мы можем налить стакан масла, предложить его выпить, это будет тысяча калорий в стакане масла примерно, ну, в большом каком-либо, да, пускай не в этом. Что мы получаем? Да, мы получаем, как минимум, когда человек опирается и учит только калории, понимание о калориях – это несбалансированное питание, где он не следит за белками, жирами и углеводами. Еще больше мы получаем видимость человека, человек всегда пытается, соответственно, наш мозг, он пытается упростить задачу и сделать ее приятной. Человек, и очень часто даже многие тренера этим употребляют, они говорят, вот тебе можно одну конфету. Человек с лишним весом, с ожирением. Я не разбираю здоровых людей, то есть мне неинтересно, когда готовятся к соревнованиям фитнес-бикини, это условно человек, который может, девочка, которая может подготовиться к фитнес-бикини, она уже прошла естественный отбор, у нее здоровые суставы, она сама занималась, она там, ну, точно там нет инсулинорезистентности, потому что там вот эти периоды сушки, там сжигается вся эта инсулинорезистентность, там вообще безуглеводка идет. И совершенно другой разговор, когда приходит среднестатистическая офисная девочка с лишним весом, с преддиабетом, может быть, с начальной стальной, но ожирение, ей предлагается съесть эту конфету. То есть он постоянно не дает, спорт должен ее вылечить, должен понизить ей сахар. А эти подстегивания в любой период конфетами, соответственно, они просто не дают, ну, поджелудочной нормально выздороветь, избавиться от инсулинорезистентности, потому что она постоянно инсулин выбрасывает на повышение глюкозы больше, чем надо выбрасывать, даже если там микрограмм этого сахара. Вот, поэтому, соответственно, это совершенно не выход использовать килокалории. Людей это путает, людей это вводит в заблуждение, что у меня есть вот только килокалории. А здесь несколько, как бы и проще, с одной стороны, я снимал отдельный выпуск, вот, пожалуйста, смотрите, на своем канале, может быть, сделаю где-нибудь там, соответственно, плывет подсказочка, вот, смысл какой? Использовать глюкометр. Вы получаете настоящую информацию, не фейковую. 24 на 7, самый дешевый глюкометр стоит 500 рублей. И вы получаете в режиме онлайна информацию, какой сахар, как не худеть. Ну, то есть самое главное следить за сахаром, получается, основное, да? Да, да, да. Ну, и, конечно же, есть достаточно клетчатки, чтобы пищеварение, чтобы вообще формировался пищевой комок и не было проблем с усвоением любой пищи. Вот, ну и какое-то количество белка, чтобы вы тоже не голодали, потому что белок нужен организму. Но все без фанатизма. 1 грамм белка на килограмм тела, там тоже плюс-минус жиров, там, 1-1,5 на килограмм тела грамма. Вот, углеводы можно урезать. Опять же, если вы чувствуете себя плохо с урезанными углеводами, то повод сдать мочу, посмотреть, не поднимаются ли у вас кетоны. То есть нужно будет уже как раз-таки увеличить, если у нас такая ситуация будет. Да, да. Спасибо за ответ. Очень интересно и даже, наверное, развернуто как раз-таки, потому что очень много вот как раз-таки говорится о вот этом, о подсчете килокалорий, но зачем это делать, например, и с какой целью, никто об этом не говорит. Да, да, на молодых людей это будет работать, подсчет калорий и так далее. На многую группу людей это работает, ну, до определенного времени. А потом человек себе наработал валячку, он не работал с фетодиабетом, с инсулинорезистентностью. Никто идеально не питается. Инсулинорезистентность у 90% жителей к 30 годам нарабатывается какая-то. Роллы любят поесть все, шоколадку слопать на Новый год, там тортик любят все. Конечно. И таких поводов бывает много, поэтому никто этого не избежит, на мой взгляд. Ну, какие-то такие, наверное, погрешности, они в любом случае есть в целом у всех, так скажем, питания, даже у спортсменов, зожников, ппшников, там, у ярых. Поэтому, мне кажется, это нормально. Точнее, не кажется, я считаю, что это нормально. Это нормально, но наша цель, чтобы человек не пришел к... То есть, превентивный подход, он подразумевает в медицине, чтобы человек как раз-таки к 30-40 годам не пришел к врачу, и чтобы врач ему не говорил, да у вас возраст, так и надо. Вот в чем суть. То есть, задача, чтобы вы не обращались ко мне, а, соответственно, просто научились соблюдать определенные, ну, как бы, предотвращали, превентивные методы, то есть, предотвращали заранее развитие заболевания. Все здесь понятно, очень много. Ну, вот, когда вот так вот рассказывают и, наверное, объясняют, то это уже какое-то понятие обо всем этом дает, и вот это вот откладывается как раз-таки в эту инкулогию людей. Это такой вопрос сейчас будет очень странный и одновременно, так скажем, актуальный, потому что тема у нас будет про сало. Я слышала от многих, даже вот знакомых, родных, что сало полезно в особенности для женщин, и что, ну, сало нужно есть. Не то, что там как-то периодично, а кто-то говорит, что вообще на постоянной основе, на ежедневной основе нужно ей сало. Вообще, откуда такое взялось, и правда ли это, что сало, оно полезно, его нужно реально есть на постоянной основе. Вот многие мифы, которые рождаются, они у нас рождаются из прошлого, из старой какой-то советской медицины. И связано это с чем? Что действительно, если вы вспомните, как, да, нашу историю, как происходила сложность, люди пытались по талонам и так далее, медицина, та, которая была, она сталкивалась именно с той социальной окружением, с едой, которая, соответственно, существовала на данный момент и формировалась в этой среде, был дефицит жиров страшный. Для женщины дефицит жиров, для репродуктивной функции, это действительно страшно. Если в таких условиях, когда у нее идет выбор, съесть сало или остаться без жира, ну, без источника жира, естественно, лучше съесть сало. Если мы говорим о современности, когда сало стоит дороже, чем омега-3, ну, по сути, там, килограмм, да, сала, если взять, вот, ну, хорошего какого-нибудь фермерского, то, наверное, как минимум они будут равносильны, там, тысяча рублей, тысяча рублей, да, к примеру. Вот. То получается, что лучше пить омега-3, потому что там полезные жирные кислоты. В сале небольшое количество процента есть каких-то там полезных жирных кислотов, безумно мало. Кроме этого, в сале есть липопротеиды низкой плотности, в другом это плохой холестерин. И само сало является, ну, очень тяжелым для желудочно-кишечного тракта, продуктов безумно тяжелым. И это, соответственно, ну, наносит вред организму. А также есть теория у нас о, соответственно, негативных радикалах, плохих таких, это такая отдельная тема для отдельного выпуска. Но, соответственно, именно они считаются, соответственно, причиной онкологических заболеваний, их накопления. Если мы говорим, что человек системно в течение 10 лет будет есть сало, ну, мы можем, в принципе, сказать, что некие риски за новое образование, может быть, даже доброкачественные, не обязательно онкологии, но и есть. Это недоисследовано до конца, но я думаю, что лучше просто не включать этому, по крайней мере, на постоянную основу в свою рацион и не рисковать. Ну, то есть, в целом, это отчасти миф, а отчасти в наше время мы просто можем заменять это омега-3, просто пить витамины на как раз-таки ежегемную основу. Да, конечно. Вот отсюда сразу вопрос вот про витамины. Мы плавно перетекаем на другую тему. какие витамины нужно, точнее, даже не так. Сейчас очень много таких людей, которые сами себе выписывают, так скажем, какой-то рецепт определенных витаминов, они такие, так, мне надо попить кальций, омегу, там еще что-то, и вот они вот это все вместе пьют. Большинство даже не учитывают, что, например, те или иные витамины, их нельзя сочетать между собой, но они как бы даже не углубляются в эту тему, они вот это вот все пьют. А вопрос заключается в том, что, во-первых, можно ли так делать, пить витамины без рецепта врача, и второй вопрос, какие бы витамины ты бы посоветовал, и можешь ли ты вообще, например, советовать вот обычному человеку, какие витамины ему пить? Нормально ли это? То есть правильно ли это будет как раз-таки со стороны доктора? Ну, здесь есть ряд стандартных действительно рекомендаций, которые можно посоветовать всем в определенном объеме пить. Есть ряд рекомендаций, ряд, соответственно, микроэлементов, которые мы говорим только по назначению врача. Ну, к примеру, сейчас продаются особенно келатные формы железа, они, с одной стороны, биодоступны и классны. Но если у вас уже с железом все в порядке, железо, соответственно, может быть токсичным, при его, ну, может прям отравление заработать, если самостоятельно себе назначать. Поэтому, это же касается поли, витаминов, да, когда целая куча, целая смесь. Это же касается йода, когда люди пают полиавитамины, там йода, огромное количество, а у человека, допустим, он просто не знает, сколько людей, даже вот наши зрители, напишите нам в комментариях, вы все делаете УЗИ щитовидной железы раз в полгода. Сомневаюсь. Вообще, мне кажется, этого не делать. Я, например, ни разу не делала. Если человек, у которого есть субклинический гипертиреоз, начать кормить его йодом, пачками, а там прям реально, почему-то, особенно западные витамины, поливитамины, там от 300 микрограмм йода и выше, я встречаю. Но это они так пишут суточную норму? Или это, типа, пачки такие? Ну, прям вот, короче, там ИП-шки и все в одной капсуле здоровенной намешанной, в том числе йод. И они это делают, да, как бы, почему-то, как суточную норму. Но я вам больше скажу, если вы зайдете на БАП-Мед, нет ни одного глобального исследования, ну, вообще я не встречал на БАП-Меде каких-то исследований, чтобы вот была марка каких-то поливитаминов, какого-то стандартного стандартизированного состава. Это вообще не исследуется. Как это влияет на организм? Я вот сказал 300 насыпать. Другой врач скажет, а давай килограмм насыпать. Это вообще не вопрос. Вот, поэтому здесь никто вообще не может предсказать, как это сработает. Но постоянку людям я очень рекомендую, ну, в первую очередь, то, что не навредит, это пить коллаген. Там, во-первых, в современном коллагене уже витамин С кидают, что очень неплохо. То есть, вы не покупаете отдельную витамин С. Но постоянно купить полезные жирные кислоты, омега-3. Можно периодически пропивать комплекс В50. Сейчас есть такой, там всего 50 микрограмм содержится. Ну, опять же, есть там, когда уже и до грамма доходит, таких дозировок, не надо, микрограмм, витамины группы В. и пропивать их курсами по 20 дней, если у вас нет специфических назначений. Потому что мы, фактически, допустим, есть препарат метформин, там диабетики пьют, мы им пока не отменяем, пока они пьют метформин, пьют Бэшки, потому что метформин Бэшки растаскивает. Если таких специфических моментов нет, достаточно раз в 3 месяца 20 дней попить витамины ВКВ и там, как-то усиленно их тоже принимать без показаний врача не стоит. Но это можно. Железо самостоятельно себе назначать не стоит, не стоит, назначать себе самостоятельно кальций. Потому что у всех дефицит Д3. Как правило, если человек сам себе назначает кальций, сдайте, посмотрите, кальций ради интереса. У большинства он завышен. Иммунизированный кальций А нам нужно, наоборот, чтобы была, получается, ниже? Средний референс или пониже это будет значит, что Д3 растаскивает кальций. А так он просто у вас, ну, он есть, но он нереализован. А вот Д3 можно профилактически пропивать 5000 международных. Единицы тоже, там раз в 3 месяца вполне себе можно. Ну, то есть, из этого всего мы берем коллаген, омега-3 и витамины группы В. Да, да. То есть, три основных и три основных витамины, так скажем. Дорогие друзья, на этом наша первая часть выпуска подошла к концу. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить вторую часть. Всем пока! Да прибудет с вами здоровье!